Фестиваль «Славянская едность» начинался в мать 50-х годов тому, как молодежный форум. Долгие часы он проходил на скрежевании границ Беларуси, России и Украины, где монументы, которые в народе называли «Три сестры». Четыре года тому фестиваль изменил формат, и теперь по черзе, как упрямляют города Беларуси и России. Климова, Лоев, Клянцы и вот теперь ветка. Практично все плясовки у ветца разгорнулись по периметру Червоной площади. Такую назву и дали русские староверы, которые в 17-м сагоде изосновали город. Причем до 1925 года ветка выходила в склады России. Для этой факты, подчас фестивалю, ягоденники узгадывали не однойче, как свечи неогольной истории. У нас заправдышмат, чего бы ядновая, и героичная, и трагичная. Подчас великой очины на территории Гомской и Бранской областей был мощный партизанский рух. Наши областные центры, ягодоречий город Ветка, вызвали на осенью 43-х, а весной 86-х регионы оказались все родной больше потерпелых в унику чернобырской катастрофы. Малевин, кляпомника оселенным вёском за ускладанием ветков и кветок, это так само частка программы международной встречи, хоть основная увага всё-таки становчим эмоциям. Смотреть экономику, можно смотреть гуманитарные направления, но самое главное, наверное, то, что сегодня вы видите, это красивые, достойные, открытые глаза людей. Что касается экономики, то, конечно, если взять сегодня товарооборот Гомельской области с Российской Федерацией, то там 60% это наша братская, родная Бранщина. У нас есть совместное предприятие с Гомелем, Гомсельмаш, который выпускает сегодня Десна-Полесье, комбайн, который с каждым годом набирает обороты, всё больше и больше завоевывает российский рынок, и сегодня уже поставляют и в Крым, в республику. И вот эти связи, такие хорошие деловые связи, они продолжают развиваться и укрепляться. Я думаю, что у нас всё будет хорошо. Мы, суседи, браты и сябры, с этими словами никто не спорчался. Причем кожный бок имкнулся представить тое самое лепшее, чем может гонориться и украина. От продуктов харчевания на гандлёвых родах до вырубов народных майстров, белорусское бондарство и российские народные сестульки. На выставе суквити Рамёстов было на что поглядеть. В последнее время много спрашивают бондарные изделия. Я делаю новое ведёрко с деревянными обручами для мёда, кабмёд дылышкой. Вот снова семейный куфоль для медовухи. Мы копируем животных и птиц. Ну, форма и форма тоже. Там есть наши особенности, вот этой унической игрушки, свистульки. Эстрада Калявецковского центра культуры и народной творчести, центральная прицовка сегодняшнего фестиваля «Славянское одинство», миновито тут проходит открытие международной встречи. Господары и гости кажутся в том, что обед новые и закликают николь не порушать славянского протеста. Наши поспехи и мост только у одинстве. Под этими словами смог бы подписаться каждый из присутствных. В этом году фестиваль проходит под лозунгом «Родима у сердца моим» и присвеченный году «Малой родимы». Это не просто пригожая назва, это заклик до активных действий. Это тот год, когда мы должны помочь своей любимой стране. Мы должны участвовать во всех благотворительных мероприятиях и оставить нашу страну чистой для наших будущих поколений. А для меня год «Малой Родины» начинается с деревни моей бабушки. Ведь каждый должен помогать своим родным и близким, заботиться о них. И приезжать не только к летам, но и звонить, навещать. Всегда помнить, ведь это так важно. Неоглядячи на певные внутридержавные проблемы, удел у состречи пограничных областей Беларуси, России и Украины, прямая и делегация Черниговской области, где ее представники кажут об ожидании своих земляков вернуться до раннейшего формата проведения свята. И на стадии об этом часе, калипами с державами не было нижних суперричностей. Особенно жители Черниговской области, они просто уже хотят, чтобы возле монумента дружбы, ну возле нашего села Сеньковки, как много-много-много уже лет опять собирались, опять чтобы встречались, дружили, обменивались опытом, ну чтобы все у нас было по-братски, как и должно быть. О причаствовании тематичных плясовок организаторы фестиваля дружбы вырошили за денежные так само и широк спортивных объектов города. У рамках сустречи регионов тут пришла молодежная спартакияда, коля 180 удельников разыграли у зногороды, у пляжном волейболе, баскетболе, мини-футболе, гировым спорте и плаване. У рейси спорт, как я думаю, так само обедновая. Олег Синтеров, Андрей Иванов, телерадио компания Гомель, Зветки.